Глава 14. Интенсивная терапия. Рассказывает Алиса. Одри Редман вошла в мою жизнь, а я в ее жизнь, в день, который запомнился как очень необычный. Весной 1980 года Шура разговаривал с кем-то по телефону в своем кабинете, как вдруг я услышала условный звонок на своем столе, что означало «Тихо сними трубку и слушай, о чем мы говорим». В трубке я услышала женский голос, говорящий «Отлично, что вы помните тот вечер. Я боялась, что вы меня не узнаете. Не помню, о чем мы тогда говорили, но помню, что было очень весело». Сумасшедший дом. Питер тогда явно расстроился. Такой поток безумства. Кстати, как проживает Питер? «А у него все хорошо. Мы с ним очень давно не виделись». «Да, и по телефону теперь говорим крайне редко. Он теперь профессор и полностью доволен судьбой». Шура явно заметил нетерпение в ее голосе, поэтому он сразу перешел к делу. «Так, вы и говорили о необычных проблемах, которые у вас возникли». «Да, Шура. И вы мне кажетесь единственным в мире человеком, который может помочь мне понять, что со мной происходит. Я знаю, моя просьба звучит довольно странно. Мы с вами почти не знакомы и виделись давным-давно. Но вы понимаете, когда я молила Бога подсказать мне, к кому можно обратиться, именно ваше лицо явилось у меня перед глазами. Я совершенно не специально, вы понимаете? Ничего страшного. Я буду рад вам помочь. Поэтому я звоню вам и хочу спросить вашего совета. Я даже не знаю, с чего начать. «Я расскажу вам все по порядку, хорошо?» «Конечно-конечно. Я вас внимательно слушаю». «Так вот, у меня есть пациент». «Ах, простите, я забыла сказать. Я профессиональный психолог и дипломированный специалист по гипнозу. Я работаю в клинике в Милкрик». «Я думаю, вы слышали это название?» «Да-да, конечно». «Я также обучаю людей гипнозу. Кроме этого, у меня есть частные пациенты. Я написал большую книгу по гипнозу. В общем, дела у меня идут очень хорошо. Отлично. Рад за вас». «Почему она так настойчиво хвастается?» Возникла неловкая пауза, и Шуре пришлось сказать «И вот». После чего Оде продолжала. «У меня есть одна пациентка. Девушка, больная особым недугом. Обычно я не занимаюсь такими проблемами. Просто это был очень серьезный вызов для меня. Я думала, что смогу многому научиться». В общем, это так называемая бесовская одержимость. Если вы смотрели или читали «Экзорсизм», то это совсем не так, как там описывается. «Не смотрел и не читал». Отлично. Так вот, девушка 25 лет. Она католичка. Почти все случаи одержания случаются именно с девушками-католичками такого возраста. Или с теми, кто воспитывался в католической семье. Понимаю. Так вот, вся эта дьявольщина происходит только в дни больших праздников. Пасха, Рождество – это тоже довольно обычно для подобных случаев. У этой девушки проблемы продолжаются уже 10 лет. Ее муж – очень добрый и спокойный молодой человек и искренне волнуется за нее. Он очень много мне помогает и хочет навсегда разобраться со всеми этими проблемами. Отлично. Так вот, перехожу к самому главному. Это случилось совсем недавно, всего несколько недель назад на Пасху. Мне звонят домой. Я использую его иногда как офис. И это моя пациентка Черри. В совершенно сумасшедшем состоянии. Кричит, зовет меня на помощь. Потом трубку взял ее муж и спросил, не могла бы я приехать, чтобы посмотреть, как выглядит подобный приступ. Я знала о ее приступах только со слов очевидцев и с ее слов. Воочию мне это наблюдать никогда не доводилось. Я сказала, что если она транспортабельна, он может привезти ее прямо ко мне домой. Я сразу же позвонила одному моему другу, католическому священнику, и рассказала ему обо всем. Я предложила ему заняться изгнанием бесов. Мне казалось, что это не может повредить моей пациентке. С другой стороны, может помочь, ведь она тоже была католичка. Мой друг сказал, что не имеет опыта подобных действий, но ему очень интересно попробовать. Так что он будет у меня, как только соберет все необходимое для экзорсизма. О господи. Шура был ужасно заинтригован. Да и я тоже. Одри сделала небольшую паузу, глотнула немного воды. Ее горло пересохло. Интересно, что это она там пьет? Мой друг живет совсем недалеко от меня, поэтому он приехал задолго до Черри. Он продемонстрировал мне бутылку со святой водой и сказал, что ему нужно последний раз повторить про себя весь ритуал изгнания бесов. Он старался быть спокойным и серьезным, но я видела, что он горит нетерпением. Первый раз увидеть реальный случай одержания. По крайней мере, случай очень похожий на одержание. Не могу себе представить. Вскоре приехала Черри. Ее вел за руку муж. В ее лице не было ни кровинки. Я посадил ее на диван и села рядом с ней. С другой стороны сел ее муж и священник приступил к обряду. Он был великолепен. Шура, он очень хорошо знал свое дело. Очень много эмоций, много красивых фраз на латыни и, конечно же, святая вода. И как результат? Отличный. Ее перестало трясти, плач прекратился, лицо порозовело. Все это заняло примерно час. И вот, когда я уже собиралась расслабиться, вдруг я заметила краешком глаза, как от Черри отдалилась черная тень, быстро скользнувшая в дверь гостиной. И в этот момент моя собака Гера, самое спокойное и непугливое существо на свете, настоящая буддистская собака, завизжала, вскочила с места и кинулась из комнаты. Она мчалась так быстро, что ее когти царапали паркет. Она была страшно напугана, Шура. Она хотела бежать прочь отсюда. Ничего подобного раньше не случалось. Она не вела себя так даже во время землетрясения. Одре опять пришлось перевести дух и выпить воды. Потом она продолжала. И Черри сразу же стало лучше. Она вскочила благодарить священника, ее муж обнимал меня, все радостно улыбались. Только одна я была в полной растерянности. Я вышла из дома и стала звать Геру, но она так и не пришла. Первый раз за всю ее жизнь она не пришла ночевать домой. Я так разволновалась, что, закрыв микрофон мои трубки, сделала несколько глотков кофе и зажгла сигарету. Одре после долгой паузы очень медленно заговорила. Так вот, сейчас будет самое главное, самое сумасшедшее и страшное, Шура. Я весь во внимании. И я тоже. В тот вечер со мной что-то произошло. С тех пор я не выходила из очень странного состояния. Во-первых, я ощущаю в доме присутствие чего-то страшного. Слава богу, не всегда, но когда приходишь домой с работы и видишь, что твоя собака опять жалобно скулит, в доме кто-то есть. Что-то осталось после изгнания бесов. Я не знаю, что с этим делать. Ага. Растерянно сказал Шура, словно не слушал. На самом деле, его ум в этот момент бешено работал, так же, как и мой. Но это еще не самое плохое. Я с тех пор практически не выхожу из измененного состояния, словно приняла какой-то неизвестный психотропный препарат. В молодости я увлекалась психоделиками, и то, что я сейчас испытываю, очень похоже на состояние после небольшой дозы психоделика. Насколько я понимаю, я должна извлечь из этого состояния какой-то урок, но я просто не представляю, какой. Нужно ли мне как-либо сопротивляться этой черной силе? Может быть, стоит опять вызвать священника, чтобы он изгнал бесов из дома маленькой еврейской девушки, подцепившей их от католички? Или мне нужно изучить природу этого существа и посмотреть, не может ли оно научить мне чему-либо? Вы понимаете дилемму? Да, конечно. То, что вы находитесь в измененном состоянии, означает для меня, что некий процесс пытается пробиться в вашем сознании. А вы пытались обращаться к своим коллегам, психологам? Например, к ни в коем случае Шура. Вы же представляете, что скажут эти люди? В случае психического расстройства, транквилизаторы, они не привыкли работать с духовным миром человека, с душой. Именно поэтому я хотел обратиться к вам и, может быть, не хотите ли вы заехать к нам? Я познакомлю вас с моей женой и мы подробно обсудим вашу проблему. Одри задумалась. В ее планы, видимо, не входило посвящать свои проблемы незнакомую женщину, но в конце концов она согласилась приехать к нам в среду на следующей неделе. Шура подробно объяснил ей, как до нас добраться. В конце разговора Одри перешла на шепот. Я так благодарна вам, Шура. Даже если вы не сможете мне помочь, я так рада, что смогла бы рассказать другому человеку о своих проблемах. Это так помогает. До среды, друг мой. Посмотрим, что мы можем помочь. Шура прибежал в гостиную, глаза его сверкали. Ну, как тебе? Очень интересно. Очень, очень интересно. Посвяти меня в подробности того ужина, о котором вы упоминали. Что там произошло? А, да, это было давно. Мне позвонил мой бывший студент Питер. Я сейчас не могу вспомнить его фамилию. И пригласил пообедать с ним в ресторане. Он сказал, что с ним будет его девушка. Мы пошли в какой-то ресторан, и там я познакомился с Одри. Она оказалась из тех удивительно умных и бойких девушек, которые блещут эрудиции и обожают играть словами. Так что мы отлично повеселились. Боюсь, правда, за счет Питера. Просто хвалились друг перед другом своим потрясающим интеллектом. А что ты имеешь в виду за счет Питера? Нет, не то, чтобы мы издевались над ним. Ничего подобного. Просто через некоторое время, заболтавшись, мы перестали замечать его. Не очень хорошо с нашей стороны, но мы так тянулись в свой диалог, что было очень трудно остановиться. Мне было немного стыдно потом, когда я вспоминал, как с его лица исчезла радостная улыбка, пока мы с Одри вовсю выпендривались друг перед другом. Я хорошо представил себе эту картину и заулыбался. А расскажи мне об Одри поподробнее. И я очень плохо ее помню, помню, что она обладает уникально острым интеллектом, немного агрессивным, не мой тип. Но при этом хорошее чувство юмора и очень живое лицо. С тех пор я ее не встречал. По-моему, с Питером мы тоже больше не пересекались. Я вынужден признать, что просто забыл об этих людях. Высокая или маленькая, худая или полная, блондинка или брюнетка. Высокая, по-моему, брюнетка. Очень худая. Ну что ж, увидим ее в среду. Одри Редман появилась у нас в среду после обеда. Я смогла посмотреть на нее своими глазами. Выше меня примерно метр семьдесят пять. На вид тридцать пять лет. Живое, симпатичное, хотя и не очень красивое лицо. Очень умные, большие черные глаза, каштановые волосы. Когда она улыбалась, глаза оставались печальными. Она старается держать себя под контролем. Видимо, внутри у нее много страха. Я принесла ей чай со льдом и печенье. И мы усели из-за стол в гостиной. Шура объяснил Одри, что я уже посвящена в основные детали. Я стала задавать вопросы. Как только Одри поняла, что в моем голосе нет ни капли скептицизма, она сразу же отбросила все свое недоверие перед незнакомой женщиной, которая собиралась заняться ее проблемой. Я специально подчеркивала, что полностью верю каждому ее слову, и потихонечку ее лицо расслабилось. Мы разговорились. Она пыталась смеяться. Со мной никогда не случалось ничего подобного. Сколько лет я работаю с теневой стороной человеческой души, но это никак не помогло мне пересречься с этим странным существом, поселившимся у меня после того случая. Оно все еще в моем доме. Я не готова к таким событиям. Я не католичка, я не верю в бесов, но я знаю, что зло существует, по крайней мере, в мире людей. И в моей комнате это зло проявило себя. И я до сих пор чувствую его тень. Одри уже не старалась показаться веселой. Она опустила плечи и крепко сжала руки. Мне показалось, что она боится, что если она их разожмет, они будут дрожать. Что мне делать? Как мне избавиться от этого страшного существа, которое так пугает мою собаку, что я должна вынести из этого опыта? Одри, ты говоришь, что ты преподаешь технику гипноза. А ты пробовала погружаться в транс, чтобы разобраться в природе своего состояния? Конечно, пробовала. Но результат был по меньшей мере неприятным. Я уже рассказывал. Я нахожусь в очень непонятном состоянии. И как только я попыталась войти в транс, на меня обрушился целый поток страшных эмоций, черных образов. Никакого света. Я вынуждена защищаться. Что-то пригибает меня к земле. Что-то хочет от меня непонятно чего. Мне пришлось как можно быстрее выходить из транса. Я не перебивала ее. Было видно, что она хочет сказать что-то еще. Приходится признать, что транс только усугубляет мое состояние. И я прекратила любые попытки разобраться в себе этим методом. Мы замолчали. В то время я только начинала использовать МДМА, в терапевтических целях, чтобы помочь моим пациентам получить новое видение своих проблем. Я занималась этим всего около года. У меня было очень немного подобных пациентов. Я встречалась с ними не чаще, чем раз в неделю. Постепенно я обрела уверенность в своих силах. Моя интуиция четко подсказывала мне, что я на верном пути. Конечно же я допускала досадные ошибки, но извлекала из них как можно больше новой информации. Я пришла к пониманию того, что ошибки неизбежны. И главное, быть готовой признать их для себя и своего пациента. Пока что я никому не причинила вреда, зато случаев положительного воздействия моей терапии было уже несколько. Каждый раз, когда я сталкивалась с новым пациентом, я старалась отдавать себе отчет о том, что я не имею должного опыта как терапевт, что у меня недостаточных знаний. Я научилась быть очень самокритичной. Мы уже обсудили с Шурой возможность использования МДМА в данном конкретном случае. Этот метод мог дать неплохие результаты, но как подступиться к этой умной и образованной женщине? По ней видно, что она не потерпит ошибок. Я заволновалась. Я, конечно, обычно избегаю подобных женщин. Нетерпимые, требовательные, независимые. Я не смогу работать с такой женщиной, я просто недостаточно уверен в своих силах. Но, несмотря на все эти грустные мысли, я сама не заметила, как сказала. Ты слышала когда-нибудь об МДМА? Да, что-то такое слышала. А почему вы спрашиваете? Это очень интересное вещество, не просто психоделик. Отличный инструмент для психотерапии. Я дам тебе литературу по поводу этого препарата. У меня есть еще материалы по 2СБ. Может быть, это сможет тебе помочь. Как именно? Прости, я не объяснила. Я смутилась. Похоже, она будет обо мне не очень высокого мнения, как о терапевте. Как же я смогу с ней работать? Эта женщина настроена враждебно. Я не люблю таких. Тем более, бесполезно заниматься терапией с такой женщиной. Ко всему прочему, она сама является опытным терапевтом, гораздо опытнее меня. Я имела в виду, что, может быть, тебе стоит пройти под моим руководством курс терапии МДМА. И это сможет решить твою проблему. Может случиться своеобразный душевный прорыв. Если и не случится, ты ничего не теряешь. Терапия абсолютно безвредна. Ну, как тебе идея? Попробуем? О, Господи. А вы, Шура, что вы думаете по этому поводу? Это очень хорошее лекарство, Одри. Очень многим помогает. И никак не повредит. Самое плохое, что может случиться, не получите никаких откровений. Но, с другой стороны, что мы теряем? Мне кажется, что вы в тупике. Почему бы не попробовать из него выбраться? Мне говорят, что у Алисы очень хорошо получается справляться с такими случаями. Кто это тебе, муженек, такое говорит? Люди. Те, кто остаются живы. Ах, вот как. Мы засмеялись. Одри попыталась улыбнуться, но у нее это плохо получалось. Зачем я делаю это? Мне не симпатична эта женщина. Я не могу с ней работать. Но, с другой стороны, ее дико жалко. Да и вся эта дьявольщина очень интригует. Проведем один сеанс. Дальше будет видно. Вдруг лицо Одри прояснилось. А у меня с собой видеокассета с записью моего гипнотического сеанса. Я очень хотела, чтобы вы посмотрели на меня с этой стороны. Да, конечно. Очень интересно. На самом деле, мне совсем не хотелось смотреть эту пленку. Сейчас подтвердится мое первое впечатление. Но ведь я уже сделала предложение отступать поздно. По-моему, после просмотра я буду еще менее уверен в своих силах. Ну да ладно, посмотрим, чему можно научиться. Мы пошли в комнату, где стоял телевизор. Я взяла из рук Одри кассету и поставила ее на видеомагнитофоне. Садись на диван, Одри. Чувствуй себя как дома. В следующий час я наблюдала совершенно другую Одри. В этой женщине было невероятное материнское тепло. Она обладала талантом исцелять. На пленке она с громадным терпением работала с молодым человеком больным раком. Я так растрогалась, что когда фильм окончился, по моим щекам текли слезы. Просто невероятно. Я очень хотела, чтобы вы знали меня и с этой стороны, чтобы вы посмотрели, как я работаю. Одри явно радовалась моей реакцией. Вот с такой Одри мне будет очень приятно работать. Первый сеанс мы назначили через две недели. Для начала я дала Одри всего 100 мг препарата. Хотя такая доза считается низкой, я знал о случае, когда в восприимчивом человеке она производила слишком шокирующее действие. Я объяснила ей, что мне хочется познакомить ее с действием вещества. И даже если она ничего не почувствует, она будет знать примерно, что ожидать от препарата. А в следующий раз мы сможем поднять дозу. Я также напомнила, что через полтора часа можно будет принять дополнительный 40 мг, который никоим образом не усилит эффект, зато серьезно его продлят. Если ей понравится действие МДМА, можно будет продлить его еще на час, но это по выбору. Единственные неприятные побочные эффекты может свести скулы и увеличиться нестагмом. Большинство пациентов не обращают на это внимания. Я разрешила Одре после приема препарата заниматься чем угодно. Она может лечь на диван, может ходить по комнате, может молчать или разговаривать. Я заметила, что когда я объяснила это все Одре, мой голос немножко изменился, смягчился и понизился. Я всегда стараюсь говорить так с пациентами во время сеанса. Одре решила лечь на диван. Единственные ее слова были комментарии по действию вещества, как только оно началось. Она сказала, что таких ощущений никогда не испытывала. Они накатывались на нее нежными волнами. Ей все это очень нравилось. Я внимательно наблюдала, как ее руки наконец расслабляются. Она закрывает глаза, дыхание становится глубоким и ровным. Может быть она вводит себя в транс? Так оно и было. Я первый раз наблюдал технику гипноза и первый раз подумал о том, что гипноз можно комбинировать в лечебных целях с приемом МДМА. Таким образом терапия началась. Одре приезжала ко мне каждую неделю и проводила со мной примерно 6 часов. Мы увеличили дозу до 120 мг с дополнительными 40 мг для продления эффекта. Одре каждый раз вводила себя в состоянии транса. Теперь она совершенно не боялась этого. С самого первого раза Одре получала сильные и светлые образы. Ничего похожего на ту черноту и рассеянность, которая преследовала ее в последнее время. Такое впечатление, что как только она решила серьезно изучить теневую сторону своей души, ее подсознание открылось и стало посылать ей светлые образы учителей, чтобы помочь процессу. Если за 6 часов происходил какой-то серьезный прорыв, мы продолжали терапию. Мы называли эти сеансы интенсивной терапией. Я уже имела опыт подобного изучения скрытых частей человеческой души, в том числе моей собственной души, но первый раз я столкнулась с такой глубиной излучения загнанного в подсознание негатива. Карл Юнг называл его тенью. Все происходящее было захватывающим и очень поучительным. Нам пришлось работать с многочисленными образами детства. Одри росла в семье, где мать не умела дать ей все свое тепло. Отец был очень властным и самоуверенным. В детстве самооценка представления о самой себе, о самой себе у Одри становилось все запутаннее и темнее. И вот через несколько сеансов Одри сказала, что ощущение враждебности в ее доме потихоньку ослабевает. Собака стала вести себя как обычно. Видимо страшное существо покинуло дом. Как ты думаешь, почему это произошло? Насколько я теперь понимаю, это существо было проявлением моей собственной теневой стороны, моим собственным внутренним зверем. Он пытался обратить на себя мое внимание и воспользовался ритуалом изгнания беса, как подходящим поводом. Теперь, когда я хочу изучить его, ему не нужно присутствовать в моем доме. Как вы думаете, я права? По-моему, ты совершенно права. Ты сейчас занимаешься тем, что твоя душа давно от тебя хотела. Да, так смешно. Я много лет работала с теневой стороной души моих пациентов и так и не смогла понять, что сама нуждаюсь в подобной работе. Во время первых сеансов я рассказала Отре о моем личном опыте нахождения темной сущности внутри своей души. Я называла эту сущность личинкой на дне колодца. Реальный прорыв в моем отношении к этой части моей души произошел, когда я смогла представить себе, как я открываю дверь внутрь своего организма, нахожу там это странное, смешное, жалкое, несчастное существо и пытаюсь окружить его своей любовью, пытаясь стать матерью для отвергнутого всеми ребенка. Я также рассказала Отре об образе вулкана от недышащей горы, которая может быть локализована в районе солнечного сплетения. Там возникает и хранится вся злость и ненависть нашей души. Я научила Отре управлять извержениями этого вулкана, направлять поток лавы в нужные русла. Если ты научишься включать и прекращать извержения по своей воле, то твое сознание перестанет бояться вспышек отрицательных эмоций, которые могут, как кажется твоему сознанию, полностью взорвать твой мир. Я могу представить себе, как вся эта злость накапливается годами, и в конце концов душа начинает бояться сбросить с себя этот груз, так как считает, что при этом вся реальность взорвется. Появляется очень глубокий страх выпускать отрицательные эмоции на поверхность. Наконец, через несколько месяцев терапии, Одри встретилась со своим внутренним чудовищем лицом к лицу. Чудовище представляло собой черного мохнатого паука, который совершенно не хотел, чтобы его видели. До этого Одри никогда не изучала его в сознательном состоянии. Паук старался скрыться, но Одри смогла загнать его в угол и подойти к нему. После этого, находясь в состоянии транса, ей удалось сделать самый страшный ответственный шаг. Она слилась с чудовищем, посмотрела на мир его глазами, оказалось, что паук обладает невероятной силой, что в нем нет никакого страха и что его задача охранять хозяйку Одри от любого нападения, физического или эмоционального. Значит, это твой хранитель, часть тебя, отвечающая за защиту твоей души от вторжения. Как только ты познакомилась с ним, ты поняла, что на самом деле это твой союзник. О, Господи, какой потрясающий опыт. Я была внутри него. Никакого страха, ощущения огромной силы. Ну, и как теперь ты относишься к нему? Все еще ненавидишь? Да, нет, теперь ненависть прошла, но я все еще не поборола в себе неприязнь к нему. Все-таки это мерзкое чудовище. Как можно полюбить подобное существо, даже если оно тебя защищает? Оно так пугает тебя из-за того, что именно так ты представляла себя в детстве, когда тебя ругали твои родители. Именно тогда в тебе выработался образ себя, как злобного и неприятного существа. Девочка превратилась в чудовище, потому что только чудовищу может быть так трудно привлечь к себе любовь и внимание окружающих. Как только этот образ поселился в тебе, единственное, чего он стал бояться, это выйти на поверхность. И там, в глубине. Он стал очень-очень сильным. Если уж быть чудовищем, то самым страшным, понимаешь? Я могу понять все это своим разумом, но не могу испытать к этому существу ничего, кроме отвращения. Все в порядке. Сегодня ты проделала огромную работу и заслужила всяческих похвал. Ты очень смелая женщина. Ведь это было очень страшно, не так ли? Во время следующих сеансов мы смогли понемногу преодолеть сопротивление Одри, и она научилась брать чудовище на руки, жалеть его. В ней появились зачатки жалости по отношению к бедной девочке, которая поверила в то, что она представляет собой это чудовище. И вот, наконец, в один прекрасный день, черный и грязный монстр превратился в маленького запуганного ребенка. И Одри плакала, уткнувшись в меня лицом. И я стала на минуту доброй матерью. Который у Одри никогда не было. Я качала ее взрослое тело, как качала бы четырехлетнего ребенка и плакала вместе с ней. Мы совершенно потеряли ощущение времени. И я не знаю, сколько часов прошло, когда я, наконец, встала с дивана. На лице Одри сияла улыбка. Слезы уже высохли. Все, радость моя, конец. Мы сделали это. Слава Богу. Она подошла ко мне, и мы обнялись. Через две недели Одри позвонила мне домой. Я спросила, ну, как у тебя дела? В полном порядке. Я процветаю, дела идут отлично. Я звоню, чтобы задать один очень важный вопрос. Не стоит отвечать сразу. Как следует подумайте над моим предложением. Хорошо, хорошо. Так, что ты хотела спросить? Дорогая Алиса, я хочу, чтобы вы, чтобы ты работала со мной. Чтобы ты занималась вместе со мной некоторыми пациентами, с которыми я уже давно занимаюсь. Теми, кто может, как мне кажется, пройти дальше в духовном поиске с помощью МДМА. Они уже проделали основную работу. Они на правильном пути, и опыт наших с тобой занятий может оказаться для них полезен. Но ведь ты можешь заниматься этим одна. Я обеспечу тебе необходимым количеством препарата. Я уверен, что ты справишься. Я хочу, чтобы мы работали вместе. Из нас выйдет неплохая команда. Самое частое, два сеанса в неделю. Больших денег обещать не могу, но что-то будет. У тебя есть дар, и я думаю, для тебя эти занятия будут интересны. Подумай об этом, не торопись. Меня смущает, что тебе придется слишком далеко ездить от твоего дома до моего примерно час езды. В общем, подумай и позвони мне, когда определишься. Я позвонила через два дня, обсудив все с Шурой. Мы решили, что я попробую, но если мне будет тяжело, или я не захочу этим заниматься, я брошу в любой момент. Я осознавала, что посредством совместной работы с Одри я смогу узнать много интересного. Я попробую. Я очень благодарна тебе за предложение. Я горю желанием приступить к работе. Так началось мое плодотворное сотрудничество с одной из самых одаренных целительниц во всей стране. Так начались отношения, которых у меня до этого не было ни с одним человеком. Дэн Одри жила в роскошном двухэтажном особняке недалеко от Мил Крик. Она встретила меня возле ворот и провела в дом через громадный ухоженный сад. Мы вошли в огромную кухню, где стоял отполированный до зеркального блеска овальный стол. Потом направилась в гостиную, где будут проходить сеансы. Напротив камина стояли два длинных серых дивана, чтобы можно было сидеть напротив друг друга. Комната была очень светлая. С трех сторон окна выходили в сад. Свет мягко отражался на поверхности столика. На полу лежал серо-синий ковер. Как тебе нравится комната? Роскошно. Дом моей мечты. Садись, садись. Я обычно сажаю пациентов на этот вот диван, а сама сажусь напротив. А я думала, что ты принимаешь пациентов в своем кабинете? Большинство из них. Но когда требуется долгий сеанс, когда намечается особо важный прорыв, я предпочитаю приглашать их сюда. Кстати, не желаешь ли кофе? С удовольствием. Это то, что мне нужно. По утрам я чувствую себя отвратительно. Я сова и могу работать только после четырех вечера, так что немного кофеина с утра не помешает. Сейчас, наверное, такая рань. Уже девять часов. Большинство людей уже вовсю работают. Да, я когда-то тоже участвовала в этой гонке. Мы прошли на кухню. Одри занялась приготовлением эспрессо. Я нашла на холодильнике несколько вырезанных из журнала карикатур, прикрепленных маленькими магнитиками. И стала громко смеяться, рассматривая их. Одри, у нас с тобой одинаковое чувство юмора. Конечно. А могло быть иначе? Мы взяли по кружке кофе и вернулись в гостиную. Так вот. Я попросила тебя приехать заранее, чтобы поговорить о моем пациенте, которым мы сегодня попробуем заняться вместе. Я также хотела бы обсудить с тобой те аспекты терапии, в которых я все еще не уверена. Я называю это интенсивной терапией. Хорошее название. Кроме него мне приходила в голову только длительная терапия или бесконечная терапия. Остановимся на первом названии. Хорошо. Так вот. Есть ли что-либо, что мне еще нужно узнать об интенсивной терапии, чего я не узнала после наших с тобой сеансов? Да, я как раз хотела поговорить с тобой об этом. Я вся во внимании. Большинство деталей будет понятно по ходу нашей работы, но есть некоторые правила, которые я хочу, чтобы ты усвоила сразу. Мы должны быть очень осторожны на этот счет. Кстати, количество МДМА, которое я сейчас тебе привезла, хватит на много сеансов. Так что ты должна обеспечить хранение препарата в очень надежном месте. Первое правило. Всегда доставай препарат из места хранения задолго до того, как твой пациент должен приехать. МДМА не является запрещенным препаратом, и я надеюсь, что его никогда и не запретят. Но все равно. Может быть, когда-нибудь тебе захочется предложить пациенту запрещенный препарат, типа ЛСД или мискалина, если пациент к этому готов. И тогда потребуется система защиты от непредвиденных случайностей. Да, конечно, тайник в туалете, ямка между грядок. В принципе, психотерапия с использованием психоактивных веществ не такая уж частая практика, хотя многие терапевты занимаются этим уже много лет. В любом случае, о такой практике не стоит распространяться. Более того, нужно хранить все это дело в строжайшей тайне. Может быть, когда-нибудь политика государства изменится, но пока... Да, я полностью с тобой согласна. Вряд ли мне помогут слухи о том, что доктор Редман кормит пациентов странными наркотиками. Так, теперь правило номер два. Я закурила сигару. На столе стояла красивая керамическая пепельница, и я решила, что это означает, что здесь можно курить. Теперь правило номер два. Пациент приехал, он видит стакан с раствором на столе. Ты говоришь ему, что само по себе МДМА не очень вкусное, и люди обычно смешивают его с соком. После этого ты разбавляешь раствор любым соком по выбору пациента, напутствуешь его, и он пьет сразу все содержимое стакана. Второе правило гласит, пациент ни в коем случае не должен выносить стакан из комнаты. Ни в кухню, ни в ванную, пока он не выпил все до дна. После этого ты берешь стакан из его рук и ополаскиваешь его под краном. После недолгой паузы, Одрис спросила, чтобы не осталось никаких улик? Именно. Не очень приятно и очень напоминает манию преследования, но это строжайшее необходимо. Многие даже не заметят, что такое правило существует, и что им категорически запрещено уносить стакан с веществом с твоих глаз. Это правило распространяется на самых близких друзей, на тех, кого ты знаешь годами, без каких-либо исключений. Ты должна иметь полное алиби. Алиби. Так точно. Если ты будешь строго выполнять эти правила, никто никогда не сможет доказать, что ты давала пациенту препарат, ведь он мог принять его еще до того, как пришел в твой дом, ты понимаешь? Полное алиби. Я сделала еще одну затяжку и глотнула кофе. Третье правило – мое личное. Оно не касается мер предосторожности, это просто мой личный опыт. Если пациент находится на грани важного прорыва, и если прорыв уже начался, мы не имеем права прекращать сеанс. Вне зависимости от того, как долго длится сеанс и как мы устали, нельзя оставлять пациента посреди важного процесса. Я всегда поступаю точно так же. Большинство моих сеансов продолжается полтора часа, но если к этому времени начался какой-то важный процесс, то я продолжаю сеанс. Приходится просто переносить встречу со следующим пациентом. Отлично. То есть интенсивная терапия не имеет определенного ограничения по времени. Именно так. Обычно, как тебе уже известно, шести часов бывает достаточно. Пациент устает и образы начинают повторяться. Да-да. Но если ты чувствуешь, что некая дверь только что открылась, если ты ощущаешь присутствие некой энергии, это как озон в воздухе перед грозой. Я рада, что у нас с тобой полное взаимопонимание по этому вопросу. Ну что ж, все эти правила очень разумны, и мне не составляет особого труда их прочувствовать. А остальное ты уже знаешь из своего собственного опыта. Главное, не забывать предлагать пациенту выпить воды или сока несколько раз во время сеанса. И пациент не уходит до тех пор, пока не вернется в совершенно нормальное состояние. Если надо, он может даже остаться в доме на ночь. Да, я все это объяснил Адену, пациенту, которого ты встретишь сегодня. Я также попросил его приехать на такси, чтобы, если ему не захочется везти машину, он мог бы попасть домой и не оставлять ее у меня. Еще я ему сказала, чтобы он ни в коем случае не просил друзей или родственников подвезти его, чтобы не вмешивать в наши дела посторонних. Я обычно разрешаю пациенту рассказывать близким о наших опытах только после того, как они завершены. И, конечно же, точное место и время упоминаться не должны ни при каких обстоятельствах. Именно так я и сказала Адену. Он все понимает. Отлично. Ты уже взвесила нужное количество препарата? Так точно, ровно 120 мг. И дополнительный 40. Он высокий, крупный мужчина. Мне кажется, что 100 будет ему недостаточно. Это ее пациент, она лучше меня знает, что делает. Очень хорошо. Теперь расскажи мне об этом человеке. Для начала позволь мне еще раз сказать тебе все, что я уже говорила, но другими словами. И так повторюсь. Я никогда не предложила психоактивный препарат пациенту, с которым я не работала бы уже долгое время. Минимум 6 месяцев. Но лучше даже год. Я должна быть полностью уверена, что он провел подготовительную работу над всеми своими проблемами. К этому времени становится ясно, готов ли он для дальнейшего развития. Хорошее правило. Могут, конечно, быть исключения, но я полностью доверяю твоему мнению по данному вопросу. Кстати, ты предупредила Дэна по поводу телефонных разговоров? По лицу Одри я поняла, что она совсем забыла об этом. Нет, не предупредила. Но сегодня скажу обязательно. Спасибо, что напомнила. Все в порядке. Так, что мне еще надо знать? Одри хотела начать говорить, но вдруг вспомнила о чем-то важном. Она пристально посмотрела на меня и продолжила. Я пока не начала говорить про Дэна. Нужно с тобой обсудить одну вещь. Мне кажется, это должно стать частью интенсивной терапии. О чем ты? Я имею в виду контакт. Меня этому научила некая Рут, лучший из моих учителей. Мне кажется, это можно применять не только для сеансов гипноза. Кто это Рут? Ты с ней обязательно познакомишься. Она живет далеко отсюда на полуострове. Там у нее много лошадей, и она общается с ними, как с родными людьми. Эта женщина знает о гипнозе больше, чем у любой другой человек на свете. Она вряд ли слышала о МДМА и мисс Галине, но она дала мне самые ценные знания о состоянии транса. Я приготовилась внимательно слушать. Так вот, я всегда составляю контракт на словах с моим пациентом перед тем, как приступить к терапии. Я требую от него повторить за мной слова контракта, как следует их продумать. Мне нужно, чтобы эти слова четко отпечатались в подсознании человека. И до тех пор, пока они безоговорочно не согласятся с положениями этого контракта, и я не приступаю к терапии. Первое правило. Любые отрицательные эмоции, любая агрессия может свободно словесно выражаться во время сеанса, но ни в коем случае эта агрессия не должна перерасти в физическую. Если пациенту потребуется выплеснуть свои негативные эмоции на физические объекты, я дам ему возможность сделать это безопасным образом. В любом другом случае, агрессия не должна переходить границу между словом и делом. Можно короткий вопрос? А что ты делаешь, когда человеку нужно разыграть эпизод, например, убийство своего насильника или плохого родителя? Да, иногда такая необходимость возникает, и тогда я приношу в комнату старые простыни. У меня есть специальный склад и подушки, чтобы человек мог рвать их, топтать ногами и так далее, наказывая негодяев, которых эти предметы символизируют. По-моему, многие гипнотизеры прибегают к помощи этого метода. Очень хорошо работают. Великолепно. Второе правило точно такое же, как первое, но касается любых эротических чувств. Какие бы сексуальные мечты не появились в сознании пациента, он может говорить о них, но не имеет права действовать согласно им. Ну и, наконец, третье правило. Если в состоянии транса у пациента появится соблазн переступить черту между жизнью и смертью, которая иногда возникает в подобном состоянии, он не имеет права сделать это. Другими словами, пациент не имеет права умереть у меня в офисе во время сеанса, так как это принесет мне вред, а пациент не хочет принести мне вред, так же, как я не хочу принести вред ему. Я закивала головой. Почему это простое правило никогда не приходило в мою голову? Ведь я много раз сталкивалась с рассказами о двери в небытие, которое возникает иногда во время психоделического путешествия. Я сама видела эту дверь во время опыта с пьетлем. У меня тогда не появилось соблазна войти в эту дверь, но у некоторых людей этот соблазн может возникнуть. Никогда бы не подумала, что подобное может произойти во время гипнотического транса. Все это звучит жестко и цинично, но обычно пациент испытывает очень сильный шок от понимания того, что дело идет о жизни и смерти. Подсознание полностью усваивает все правила поведения во время сеанса. Обычно эта дверь в небытие зовет тебя. Она совсем не пугает, она словно говорит, это твой дом, куда ты обязательно вернешься. Для человека, находящегося в состоянии глубокой депрессии, это может стать лучшим способом убежать от боли и отчаяния. Без контракта соблазн может быть слишком велик. Все это так просто, я никогда не могла бы сформулировать это так четко. Те же правила надо ввести в работу с психоделиками. Я просто не догадывалась, что возможен такой предварительный словесный контракт. Отличная идея. Еще одно преимущество подобного контракта состоит в том, что пациент перестает бояться выражать свою отрицательную энергию, потому что мы уже задали правила игры, при которых он не может причинить никому боль. Люди, которые зажали в себе большое количество злости, часто боятся выпустить ее на поверхность, так как им кажется, что их подсознание считает, что таким образом они могут навредить людям. Извержение вулкана, которое разрушит весь мир. Им будет ужасно стыдно за свои поступки. Она знает это по собственному опыту. Мы с ней разбирали образы вулкана и лавы. Подведем итог. Мы еще раз повторим условия контракта перед нашим сеансом. Твой пациент занимается с тобой уже долгое время, так что он уже знаком с правилами контракта. Мы просто повторим их, сказав, что эти правила общие для терапии с помощью гипноза и терапии с помощью психоактивных веществ. Одри посмотрела на часы. Договорились. Теперь несколько слов о Дэнни. Он инженер, работает в крупной компании. Его работа заключается в постоянных выездах для устранения неполадок на разных предприятиях компании, разбросанных по всей стране. Ему приходится много летать самолетом. Не так давно он стал жаловаться на то, что как только он садится в самолет, у него начинают страшно болеть ноги. Он обратился к своему врачу, и тот прописал ему обезболивающее. Он спросил меня, не может ли эта новая проблема быть связана с нашими занятиями. Интересный вопрос. Очень проницательный молодой человек. А над какими проблемами вы работали во время твоих сеансов? Его беспокоила постоянная депрессия, которая продолжалась годами. Поводом для обращения к терапевту были два подряд приступа паники. После них он решил разобраться в своей психике. Сколько ты с ним уже работаешь? Примерно семь месяцев. Ничего яркого. Большая семья среднего достатка в Пенсильвании. Отец с военным сознанием, то есть эмоции, это слабость настоящей мужчины, никогда не показывает свои чувства. Повышенное внимание к своему внутреннему миру, самообман и слабость. Люди такого типа обращаются к психологу, только если член их семьи демонстрирует совсем усумасшедшее поведение. Например, бегает голым по улицам и кричит, что за ним гонятся марсиане. Картина ясна? Похоже на то. Его отец учил, что настоящий мужчина должен решать все свои проблемы в одиночку, а если это не удается, должен сжать зубы и прорваться через черную полосу жизни, не загружая никого своим нытьем. Представляю. Терапия проходит успешно. Вернее, проходила успешно. Мы делали особый акцент на отношениях с отцом. Его отец военный? Нет, ни в коем случае. Я сказала, военное сознание. Он директор школы. Ааа, понятно. Два месяца назад начались непредсказуемые проблемы. У меня сохранилась пленка того сеанса. Я недавно сделала ее расшифровку. Одри достала с полки толстую папку, вынула из нее листок бумаги и прочитала. Ноги. Как только самолет отрывается от земли, ноги начинают болеть. Началось все с неприятного ощущения. Все время хотелось их размять, а ведь нельзя все время ходить по самолету. Потом боли усилились, причем бедняге именно в это время приходилось много летать самолетами, и каждый день боль становилась нетерпимее. Врач прописал ему обезболивающее. По-моему, перкоцет. Да, точно, перкоцет. Но препарат ему не очень-то помогает. Он не устраняет боль, а просто снижает ее интенсивность. Кроме того, побочные эффекты. Сейчас эта странная болезнь просто мешает бедняге работать, потому что, как ты понимаешь, ему чем дальше, тем больше не хочется подниматься на борт самолета, а его работа подразумевает постоянные командировки. И гипноз не помог? Нет. Хотя видно, что в его подсознании есть какая-то важная информация о его ногах. Мы не смогли выяснить никаких детских ассоциаций, хотя на прошлом сеансе он произнес очень интересные слова. Он сказал, что ему нельзя вспоминать о чем-то, связанном с ногами. Другими словами, табу. Я решила, что МДМА может ему помочь. Попытаемся извлечь из его подсознания скрытую информацию. Когда самолет приземляется, как долго продолжается боль? Несколько часов, постепенно уменьшаясь, потом полностью проходит. То есть, это никак не связано с самолетом? Ничего физиологического тут быть не может? Что ты думаешь по этому поводу? И что он думает? Он говорит, что летает самолетами уже 20 лет и никаких проблем не возникало. Они появились, когда мы с ним стали разбирать забытые моменты его детства. Он считает, что какая-то важная информация пытается прорваться из подсознания и боль в ногах призвана привлечь к ней внимание. Я не могу с ним спорить. Какой проницательный молодой человек. Это один из моих любимых пациентов. Он легко учится и очень смелый. Не боится использовать все, что я ему предлагаю. Он усваивает все, что ему даешь для духовного роста. Как он воспринял предложение попробовать МДМА? Он был сильно удивлен, но его телодвижения были скорее удобряющими. То есть, он наклонился ко мне, а не откинулся назад на спинку дивана. Примерно вот так. А когда я рассказала ему о действии препарата, о возможных побочных эффеках, он загорелся любопытством и спросил, когда мы сможем провести первый сеанс. Хороший мальчик. В юности он тоже увлекался психоделиками. Идея изменения своего восприятия не является для него чем-то новым. Я подчеркнула, что МДМА не является настоящим психоделиком. Что он не потеряет самоконтроль, как в случаях с высокими дозами некоторых психоделиков. Что ты ему рассказывала обо мне? Он не возражает, что на сеансе будет присутствовать незнакомый ему человек. Я сказала, что ты моя вторая мать, добрая мать. И что именно ты научила меня подобной терапии. Еще сказала я, что как только он увидит твое лицо, он поймет, что тебе можно полностью доверять. Ничего себе. Ты обо мне слишком высокого мнения. Пойдем на кухню. Пора приготовиться к встрече. Он прибудет с минуты на минуту. Я села за кухонный стол. Утри принесла из холодильника три бутылки с разными соками. Мы были готовы. В этот момент я услышала скрип входной двери и бодрый мужской голос произнес. «Одри, я приехал». «Приходи на кухню», – отвечала Одри. Я встала и обернулась к двери. Вошел мужчина средних лет, высокий и стройный, в отличной физической форме. Живот подтянут. Приятные и правильные черты лица, умный взгляд. Можно сказать, красавец. Судя по сидящим волосам, примерно 40 лет. Он заулыбался, внимательно изучая мое лицо, пока Одри представила нас друг к другу. Дэн поклонился и пожал мне руку. Потом он радостно обнял Одри. Открытая улыбка, сильное рукопожатие, добрые глаза. Видимо, хорошее чувство юмора. Ну, вот и я. Горю энтузиазмом и, между прочим, умираю от жажды, так что чашка кофе не помешает. Ты все еще не передумал насчет новой терапии? Нет, я готов. Поджилки немного дрожат, но, по-моему, это нормальная реакция. Конечно. Твоя душа представляет для нового опыта чистый лист, на который проецируются все сомнения. Так происходит каждый раз, когда принимаешь новый для тебя препарат. Кстати, Одри объяснила тебе, что данное вещество не является психоделиком. Оно не изменяет твое сознание. Иллюзии и галлюцинации могут появиться только в исключительно редком случае. Такой препарат называют энтактогеном, позволяющим коснуться изнутри. Энтактоген? Никогда не слышал о таком термине. Его не так давно придумали. Всего несколько людей в мире знают это слово. Мне оно нравится. Прекрасно. Я также хотел бы повторить то, что ты уже слышал от Одри. Этот препарат не повлечет за собой потерю самоконтроля. Он не может ошеломить тебя, как некоторые психоделики. У него совсем другое действие. Кстати, Дэн, ты сделал, как я тебя просила по поводу машины? Да, конечно. Я приехал сюда на такси и уеду отсюда на такси. Мне не хочется объяснять знакомым, почему я здесь задержался на 6 часов и не мог просто приехать домой. Да, такси лучше выгод из положения, если, конечно, ты не живешь слишком далеко отсюда. Мне кажется, после сеанса ты будешь в полном порядке и сможешь водить машину, но все равно, некоторое время после того, как ты уже вернулся в нормальное состояние, в твоем сознании будут возникать разные отвлекающие образы, так что не стоит рисковать. Дэн выбрал клюквенный сок. Одри аккуратно налила его в бокал с порошком МДМА и протянула бокал Дэну. Я даю тебе ровно 120 мг, это обычная терапевтическая доза. То есть ты ощутишь весь спектр действия и при этом не утомишься. Сегодня мы посмотрим на твою реакцию. Если будет надо, изменим дозу для следующих сеансов, если они понадобятся. А через полтора часа, Дэн, если тебе захочется продлить состояние, в котором ты находишься, можно будет принять дополнительную дозу в 40 мг, что никоим образом не усилит действие, а только продлит его. Ты можешь легко от него отказаться. Чувствуй себя свободно, ты никому ничего не обязан. Прекрасно. Мы помолчали. Потом Одри протянула мне бокал с минеральной водой, сама взяла такой же и сказала. Пускай это путешествие пройдет успешно. Нежный голос, хорошо сказано. Мы подняли бокалы, Дэн выпил все до дна и Одри взяла бокал из его рук, чтобы сразу ополоснуть его водой. Мы прошли в залитую солнцем гостиную. Располагайся. Можешь сидеть, лежать, ходить по комнате. Действие начнется не ранее, чем через полчаса. Так что делай что угодно. Я сел на диван напротив камина. Дэн выглянул в окно, выходящее в цветущий сад и спросил. А можно я пойду погуляю среди цветов? Да, конечно. Ой, чуть не забыла. Погоди немного. Садись на диван, мы должны повторить условия контракта. Помнишь, мы заключили его в первый день нашей терапии? Я хорошо его помню. Не конкретные слова, но общую идею. Пожалуйста, повтори все, что ты помнишь. Больше всего мне запомнилось правило о том, что если во время измененного состояния появляется соблазн пересеть границу небытия, я не имею права этого делать. Иными словами, если во время сеанса мне захочется умереть, я не должен этого делать, поскольку серьезно подставляю тебя. А я не хочу никоим образом принести тебе вред. Поставить тебя под угрозу. По-моему так? Совершенно верно. Ты можешь рассказать мне, что с тобой происходит, какой соблазн у тебя возникает, но ты не имеешь права поддаваться этому соблазну. Так, теперь два других правила. Хм. Насколько я помню, второе касалось агрессии. Если во время транса я случайно испытаю ненависть к тебе или окружающим предметам, я имею право выражать ее словами, криками и воплями, но я не должен переходить к физическому действию, правильно? Да, ты согласился не проявлять физической агрессии в отношении меня и моей собственности. И если мне не изменяет память, последнее правило касалось того же только с эротическими чувствами и все то же самое. Можно говорить все что угодно, переходить к действиям ни в коем случае. Просто великолепно, ты все отлично помнишь. Так вот, мы с Алисой хотели бы, чтобы ты осознавал, что данное соглашение распространяется и на эти сеансы. Когда ты в измененном состоянии под действием препарата, работают те же правила поведения, как в измененном состоянии под действием гипноза. Лицо Дэна стало очень серьезным, он закивал головой. Потом он с любопытством посмотрел на меня, я улыбнулась, кивнула головой, но ничего не сказала. О господи, опять чуть не забыла. Телефонные разговоры. Ни в коем случае не обсуждаю свой опыт применения препаратов по телефону, ни с кем и никогда. Хорошо, это правило легко запомнить. Вроде все. Если хочешь, можешь погулять в саду, мы с Алисой будем здесь. Я только принесу из кухни графин с соком. Как только мы понадобимся, иди сюда. Дэн на секунду остановился в дверях и осмотрел комнату. Насколько мне было известно, он бывал тут. Видимо, он хотел проверить, не изменилось ли восприятие знакомых предметов. Когда Одри принесла из кухни графин с клюквенным соком, Дэн был уже в саду. Одри поставила графин и стаканы на стол, один бокал на маленькую тумбочку рядом с диваном, на котором будет располагаться пациент. Мы подошли к окну. Дэн гулял среди цветов, руки в карманах, иногда останавливаясь, чтобы получше рассмотреть понравившиеся растения. Мы с Одри переглянулись. Хороший парень, этот твой, Дэн. Скажи, да? Неожиданно она словно вспомнила опять о чем-то важном и убежала, пробормотав что-то типа, неужели миг? А, нужен миг. Какой еще миг? Вскоре она вернулась с микрофоном и диктофоном в руках. И я засмеялась. Одри поставила оборудование на стол. Что смешного? Я просто только что поняла, что ты пробормотала. Пробормотала. Я пробормотала? Никогда за собой такого не замечала. Пробормотала себе поднос, закрепляя микрофон на столе. Давай помогу. Нет-нет, тут все просто. Просто прикрепить эту фитюльку к этой штуковине и все будет в порядке. Пошел Дэн. Выражение его лица изменилось. Уголки рта расслабились. Его глаза казались большими и влажными из-за расширенных зрачков. Он попытался улыбнуться. Похоже, началось. Я никогда не испытывал ничего подобного. Он медленно прошел через комнату, словно ему было больно ходить. И опустился на диван, положив руки на колени. На языке телодвижения это означает, что со мной происходит. Сейчас ты чувствуешь новые для себя ощущения. И тебе неловко из-за этого. Если бы ты был ребенком, ты был бы не так потрясен. Так как для ребенка весь мир вокруг сплошные новые ощущения. У взрослых все по-другому. Расслабься и не сопротивляйся новым ощущениям. Вскоре ты привыкнешь к ним и успокоишься. Дэн кинул головой. Он перестал улыбаться. Очень хорошо. Социальная маска снята. Перед нами реальное лицо человека. Одри закончила устанавливать диктофон, повернулась ко мне лицом, спиной к Дэну и радостно зажестикулировала. Началось. Потом она уселась на диван, поджав под себя ноги. Я продолжал говорить с Дэном, постепенно входя в ритм колыбельный, чтобы мои слова могли достучаться до его подсознания. Все в полном порядке. Тебе некуда спешить. Ты ничего никому не обязан. Ты совершенно свободен. Постарайся расслабиться, пока твое сознание проходит переходную стадию. Ты в полной безопасности. Тебе нечего бояться и мы рядом с тобой. Нужно стараться говорить как можно проще. Успокоить внутреннего ребенка. Я посмотрел на часы. Прошло уже 40 минут с тех пор, как он принял препарат. Сейчас начнется стадия основного действия. Одри спросила Дэна, как он себя чувствует. Ее голос стал мягким, материнским. Дэн ответил долгим вздохом. Потом он откинулся на подушке, руки расслабленно упали вдоль его тела. Он посмотрел на Одри, потом на меня и блаженно улыбнулся. Улыбка была чистой, открытой и совершенно естественной. Мы поняли все, что хотели знать и облегченно вздохнули. Мы переглянулись, заулыбались. Я даже засмеялась. Глаза Дэна светились в улыбке. Теперь можно расслабиться и сбросить наши собственные социальные маски. Мы должны окружить Дэна любовью и пониманием. Сейчас он в этом нуждается. Сейчас действие уже началось. Оно будет продолжаться примерно час. До этого никаких изменений больше не будет. То есть усилений действия не будет. Прекрасно. Мне это состояние очень нравится. Спасибо вам. Как только он прекратил сопротивляться новым ощущениям, для него открылось состояние, в котором он сейчас находится. Состояние покоя и блаженства. Ну что же, начнем, мои милые. Попробуем погрузить тебя в транс. Погодите. Дэн, пожалуйста, выпей немного воды. Стакан рядом с тобой. Я буду напоминать тебе делать это во время сеанса. МДМА может вызвать сухость во рту, так что это важно. Дэн сделал несколько больших глотков из бокала и лег на диван, положив голову на маленькую подушечку, обитую шелком. Он закрыл глаза. Он уже давно занимается этой практикой и хорошо ее изучил. А при помощи МДМА ему будет еще легче войти в транс. На секунду мне показалось, что Дэн заснул. Так мирно и тихо стало в освещенной солнцем гостиной. Я внимательно посмотрела на него. Руки полностью расслаблены, пальцы естественно согнуты, рот приоткрыт. Я постаралась сфокусировать на нем все свое внимание, чтобы почувствовать отголоски его состояния. Установить контакт на высшем духовном уровне. Из сада донеслось пение птиц. Раздался мягкий голос Одри. Ну и как твои ноги? Дэн прижал руки к телу, пальцы напряглись. Неожиданно он скочил и заорал. Боже мой! Он быстро опустил ноги на пол и сел на край дивана, опершись руками на колени. Его лицо выражало высшую степень потрясения. Его глаза пристально вглядывались во что-то, для нас невидимое. Мы затаили дыхание. Он прокричал. Да как же я мог забыть? Я вижу все перед своими глазами. Это совершенно реально, словно произошло минуту назад. Расскажи нам, что происходит? Дэн повернул лицо в нашу сторону, но его взгляд был направлен далеко за нас. Он перешел на шепот. Обвалился потолок. Совершенно неожиданно, без какого-либо предупреждения. Мы сидели за партами и вдруг обвалился потолок. Он закрыл лицо руками, потом распрямился и продолжал обычным голосом. Видимо, больше для себя, чем для нас, Содри. Это было во втором классе. Мои ноги зажало партой. Я чихал, вокруг были тучи белой пыли. Дети кричали, и я, наверное, тоже. Потом я ничего не помню. Следующий кадр. Учитель выстраивает нас в шеренге на школьном дворе, кричит, чтобы мы успокоились, и что ничего не произошло. Я вижу кровь на воротнике впереди стоящего мальчика. Я не могу ни о чем думать, я просто делаю то, о чем говорит учитель. Видимо, я был в состоянии шока. Ах да, я помню, я никак не мог понять, как мне удалось выбраться, как я мог освободить свои ноги. Все, что я помню, боль в ногах, а потом пропасть. Следующий кадр уже на школьном дворе. Сейчас он заново переживает все эти события. Он стоит в шеренге, смотрит на капли крови на воротнике мальчика. Я тихо заговорила, стараясь не перебить возникающие образы. И ты все это забыл? Все, все. Ни разу не вспоминал за все время. Как я мог забыть такие страшные вещи? Как могут такие страшные вещи просто вылететь из памяти? Мы с Одри переглянулись, но ничего не сказали. Минуту Дэн сидел, склонив голову, его руки в замке зажаты между колен. Потом он снова лег на диван, вытянулся во весь рост и закрыл глаза. После недолгой паузы Дэн стал ощупывать свою голову. На моей голове повязка. Громадная повязка. Она на мне уже долго. Все, вспомнил. Я помню, как мне первый раз с того несчастного случая разрешили выйти из дома. Мне сказали идти медленно и осторожно. Видимо, у меня было сотрясение мозга, и это все объясняет. Но тогда мне казалось, что мне нужно осторожно ходить из-за моих ног. Я совсем не обращал внимания на голову. Казалось, Дэн колебался. Он попытался сглотнуть слюну. Горло пересохло. Если предложить воды сейчас, можно помешать новым образом. Придется подождать. Я снова слышала пение птиц за окном. Вдруг Дэн снова взволнованно заговорил. Я слышу голос матери. Мы сидим за столом. Мы ужинаем. Рядом со мной сидит мой отец. И этот случай с обломившимся потолком для него особый удар. Он директор нашей школы. Мать говорит. Мы больше никогда не будем вспоминать о том, что произошло сегодня. Мы навсегда забудем об этом. Поняли, дети? Рядом со мной сидела моя сестра. Мы с папой тоже никогда не будем больше говорить об этом. Если мы будем постоянно обсуждать эту тему, это нам ничего не даст. Все, с сегодняшнего дня считайте, что ничего не произошло. Я думаю, будет лучше, если мы полностью выкинем этот случай из нашей памяти. Я посмотрела на Одри и заметила, что мы обе киваем головой. Ничего себе. Редко сталкиваешься с настоящим случаем осознания родительского программирования. Дэн опять тяжело вздохнул. Одри только хотела что-то сказать, но он заговорил первым. Я вспомнил еще один эпизод. Я никак не мог понять, что тогда произошло. Кажется, сейчас понимаю. Одри быстро закрыла рот ладошкой, посмотрела на меня и улыбнулась. Мне было 16 лет. Я работал летом. Мы с моим другом Чаком красили старое здание одной соседней школы, но мне казалось, что это наша школа, так как мой отец все еще был директором, и школа у меня прочно ассоциировала с ним. Я почему-то категорически не хотел красить стену в северной части помещения. Мы всегда бросали монетку, кто что красит, но в этот раз я попросился поменяться местами с Чаком. Я помню, он еще очень удивился, так как его тогдашнее задание, стены в подвале, было гораздо хуже моего. Трубы и все такое прочее. Я тогда никак не мог объяснить, почему я не хочу идти в ту часть здания, словно для меня это место проклято. Теперь, мне кажется, я могу объяснить, что тогда произошло. Дело в том, что этот класс в моей родной школе располагался в северной части здания. Я тогда даже не вспомнил о потолке, о несчастном случае, я просто знал, что мне нельзя туда идти. Вот это да. На минуту в комнате опять установилось молчание. Дэн снова заговорил, на этот раз неуверенно, словно оценивая новую идею. Знаешь, возможно, это просто совпадение, но каждый раз, когда со мной случаются несчастные случаи, это всегда касается моих ног. Всегда ноги. Я помню, как мы с другом однажды играли на одном складе, и он как-то завел большой автопогрузчик, и мы не знали, как его остановить. И он нашел ручку тормоза только тогда, когда я уже был прижат к стене этой махиной. Ничего страшного не случилось, я делался с синяками. А что ты думаешь? Начала была Одри, но Дэн остановил ее нетерпеливым жестом, он хотел сказать еще кое-что. И потом, десять лет назад, жесткое приземление в Орегоне, и опять единственные синяки на ногах. Ничего страшного, но странно, что ни руки, ни ребра, а именно ноги. На этот раз мы не прервали его молчание. Неожиданно он скачил, опять опустил ноги на пол и обернулся к нам и стал смотреть нам в глаза. Удивительно, как я все это вспомнил. Бах, бах, бах. Один образ за другим. И все о ногах. Похоже просто на подавленные неприятные воспоминания. Подавленные неприятные воспоминания обладают уникальной разрушительной силой. Когда ты закрыл для себя неприятные воспоминания, связанные с тем случаем, оболившимся потолком, ногами, зажатыми под партой, ты загнал внутрь себя все свои негативные эмоции, и этот груз остался в твоей душе и в твоем теле. Тогда во втором классе ты заложил в себя опасный заряд страха, ненависти и шока. И они не могли все эти годы прорваться сквозь барьеры, которые ты сам воздвиг в своей душе. Тебе нужно было говорить об этом, стараться еще раз пережить все это, чтобы все эти события перестали тебя шокировать, стали чем-то привычным и неинтересным. Возможно, все последующие инциденты просто бы не произошли, если бы ты не закрыл для себя данные воспоминания. Конечно, это только моя догадка, я не могу перед вами с Алисой доказать ее логически, но все равно, очень красивая версия. Просто сумасшедший дом, сумеречная зона. Так никогда и не узнаю правду. Дэн широко улыбался. Все остальное время сеанса мы провели, выслушивая Дэна, он старался, насколько можно живее, пережить момент первоначальной травмы и все, что потом могло иметь отношение к тому несчастному случаю в классной комнате. Мы совершенно забыли, что прошло уже много времени с момента приема препарата. Когда я посмотрел на часы, оказалось, что полуторачасовой рубеж основного действия уже давно позади, и мы не догадались предложить Дэну дополнительную порцию препарата. Я стал извиняться за свою невнимательность, но Дэн прервал меня словами. Ничего страшного, это было превосходно, чудесно, и мне кажется, что мне не нужна дополнительная доза. Я сейчас очень хорошо себя чувствую, в моей душе мир и покой. Я полностью разобрался с этой проблемой с ногами. Мне просто нужно выговориться. Теперь боли в ногах, мне кажется, должны пройти. Я так и думаю. Я бы очень удивилась, если бы они тебя снова беспокоили. Я буду с нетерпением ждать, когда мы сможем это проверить. Мы все радостно засмеялись. Через месяц Одри позвонила мне домой и сказала, что только что говорила с Дэном. Ну и как новости, он только что вернулся из очередной командировки. И как ноги. Никакой боли. Никаких неприятных ощущений. Он передает тебе большой привет. Слава богу. Великолепное змеиное масло опять помогло. Змеиное масло? Шура говорит, что МДМА напоминает ему змеиное масло, которое продавалось по всей стране как лучшее средство от всех болезней. Просто невероятное вещество. И он отлично его использовал. Он просто нырнул в самое сердце проблемы. Можно сказать нырнул? Лучше погрузился. Так вот, я решила, что ты должна быть первым человеком после меня, которому нужно об этом сообщить. Спасибо, родная. Похоже, мы с тобой очень удачно выступили. Насколько я знаю, Дэн с тех пор ни разу не принимал МДМА. Сам он не просил повторного сеанса, а мы, Содри, ему его не предлагали. Мы смогли открыть в его подсознании информацию, которая была ему очень нужна, чтобы освободиться от постоянной нервозности, которая присутствовала в его жизни много лет. Он был нам очень благодарен. И решил, что закончит курс гипноза с Содри, чтобы, по его словам, полностью разобраться в своей жизни. И при нашей поддержке он сделал это. Через год он женился на сотруднице главного управления своей компании. И когда я последний раз слышал о нем, он ждал своего первого ребенка. Боли в ногах его больше никогда не тревожили. Возрождение древнего искусства В следующие два года мы с Содри совершенствовали нашу интенсивную терапию. У нас не было готовой модели, кроме той, которая сама сложилась во время сеансов. Мы много раз слышали о других терапевтах, использующих похожие методы лечения, но никто из них не опубликовал результаты своих исследований. Поэтому мы не могли обратиться кому-либо за советом. Я должен признать, что это нас ничуть не беспокоило. Мы обретали все большую уверенность в своих силах и считали, что наша терапия работает замечательно. С каждым сеансом мы получали все больше новых знаний. Я, конечно же, узнавала гораздо больше нового, чем Одри, так как мне было чему учиться. Но и для нее интенсивная терапия была совершенно новой областью, так что мы чувствовали себя первопроходцами. Ну а понемногу мы пришли к пониманию того, что этот метод лечения стар как мир. Древние целители называли этот метод разными именами. Использовали различные местные растения для того, чтобы точно так, как мы, исследовать внутренний мир пациента. Чаще всего мы помогали нашим пациентам разобраться с теневой стороной их души. Карл Юнг назвал это тенью. Я называю эту часть человеческой души зверем-хранителем. Он развивается из хранителя. Это часть детской души, которая отвечает за безопасность его духовного мира, за его покой и самооценку. Это есть в каждом из нас. Это включает в себя все наши инстинкты, все неосознанное, естественное. Некоторые из этих энергий, ярость, отчаяние потенциально опасны для окружающих, поэтому маленький ребенок должен научиться контролировать эти эмоции. Но большинство этих энергий представляет собой неиссякаемый источник творческой активности, поэтому их нужно развивать и беречь. Когда ребенок растет, его сознание формирует одобрение и неодобрение его поступков окружающими. Постепенно он учится подавлять в себе желания, которые считаются в его культуре неприемлемыми. Но если родители и учителя начинают осуждать не поступки ребенка, а его самого, если они вбивают в него стыд по поводу себя, ненависть к самому себе, то начинается формироваться внутренний зверь, как часть хранителя. Все задавленные, отрицательные животные начинают принимать образ мерзкого и страшного животного, которое поселяется в самых глубоких тайниках души. В случае с одри, это животное приняло форму громадного черного паука. Религиозный человек может представлять эту сторону своего подсознания в виде самого дьявола. Другими словами, если ребенка мудрые учителя воспитывают в любви и уважении, то он постепенно учится держать под контролем некоторые свои желания и эмоции, чтобы стать полноправным членом своего общества, своей культуры. Но он будет знать, что сами по себе эти энергии ничего страшного или неприличного не представляют. Когда ребенок вырастет и научится состраданию к живым существам, людям и животным, у него появится еще одна причина контролировать некоторые свои проявления. Его теневая сторона станет для него источником творческой активности, источником новых идей. А хранитель будет далее оберегать его внутренний мир от вторжения, как ему и положено. Есть много произведений искусства, источником которых стал именно этот аспект человеческой души. Например, работы Хиггера, автора персонажа фильма «Чужой», или книги Стивена Кинга, или музыка Стравинского. Это только три из многих примеров произведений искусства, авторы которых использовали в своей работе энергию своей теневой стороны. Но если в ребенке воспитывается стыд за самого себя, если он привык рассматривать себя как существо изначально злое, то он не просто будет подавлять в себе низменные инстинкты, он будет стараться отрицать их наличие. И это насилие над собой может создать внутри человека внутреннего судью, а иногда и палача. Духовное развитие человека в один момент закончится конфронтацией с внутренним зверем, и он тогда примет форму страшного и сильного животного. За два года работы мы встретились с тремя внутренними волками, пятью тиграми и двумя гориллами. Нашей целью было заставить пациента обнаружить в себе это скрытое животное, войти в него и изучить его природу. Этот шаг – одна из самых сложных и страшных процедур для любого человека. Для него требуется невероятная сила и мужество. Когда видишь то, что тебе кажется твоей настоящей внутренней сущностью, и это мерзкое, злобное чудовище, ты можешь испытать такой страх, который не сравним ни с чем в жизни. Поэтому перед началом сеанса терапевт должен объяснить пациенту, что то, что он увидит, не является полной картиной его истинной сущности. Это только часть его души, важная и неотъемлемая, но только часть. Вы должны подробно обсудить природу и назначение зверя-хранителя. Терапевт должен подчеркнуть, что главное для пациента – почувствовать жалость к невинному ребенку, которым он когда-то был, и понять, каким образом этот ребенок выработал некоторый алгоритм поведения и выражения своих эмоций, чтобы выжить в условиях, которые для него являются враждебными. Все это обсуждение должно состояться до того, как пациент самостоятельно соглашается принять МДМА или другой изменяющий сознание препарат, иначе сеанс может ничего не дать. Если подсознание почувствует, что кто-то пытается вытащить на поверхность очень ценный для него образ хранителя, если зверь услышит шаги за толстой дверью, за которой он прячется от любопытных глаз, то одной из реакций подсознания может стать полное отсутствие какой-либо реакции на препарат. Никакой самооценки, никаких образов, вообще ничего. Или препарат вызовет неприятное чувство беспокойства, которое не даст твоему вниманию сосредоточиться ни на каких образах, ни на чем полезном, и не даст терапевтам управлять ходом сеанса. Я обсуждала наши сеансы со специалистами по психоанализу и поняла, что главная разница между нашим подходом к теневой стороне человека и подходом школы Юнга состоит в том, что они хотят добиться от пациента, чтобы он четко увидел эту часть своей души и потом попытался бы изучить его происхождение и задачи. Мы, работая с МДМА или другими психоделиками, помогаем человеку сделать важный дополнительный шаг. Мы хотим, чтобы пациент вошел в эту темную сущность, посмотрел бы на мир ее глазами. В этот момент может случиться настоящая битва. С одной стороны, человеческому сознанию придется преодолеть отвращение и страх перед запретным аспектом себя самого. Но, с другой стороны, и монстр может оказать яростное сопротивление любым попыткам вытащить его на поверхность. И чем глубже загнан зверь, тем сильнее он становится. Он может полностью подчинить себе пациента, только если останется невидимым и неподконтрольным. И он не захочет просто так отдавать свою власть. Некоторым пациентам вхождение в темную сущность удается без особых проблем. Другие вынуждены долго сражаться за это. И очень важно, чтобы у них была постоянная поддержка со стороны терапевта. Когда пациенту удается намеренно войти в зверя, слиться с ним и посмотреть на мир его глазами, его больше всего удивляет полное отсутствие страха. Следом, человек поражается и восторгается силе, присущей этому существу. Обычно знакомство с внутренним зверем занимает не один день, но иногда все происходит за один сеанс. Когда эта стадия пройдена, человек начинает учиться принимать своего зверя таким, какой он есть, и понимать его происхождение. Постепенно зверь-хранитель трансформируется, меняет свои очертания. Со временем, при помощи терапевта, пациент начинает испытывать все больше и больше жалости к несчастному ребенку, который прячется внутри монстра. Когда это происходит, зверь распадается, остается только образ обиженного и напуганного ребенка. Остальная работа заключается в том, чтобы потихоньку усыновить ребенка, научить его правильной самооценке, чтобы он мог слиться со взрослой личностью. При этом хранитель остается неизменным, если пациент сможет выработать в своем сознании уважение или даже любовь к хранителю, он станет для него надежным союзником и охранником. Он озабочен только безопасностью хозяина, его трудно приручить и выдрессировать, но зато каждый раз, когда будет нужна его помощь, он будет тут как тут, всегда готов защитить вашу целостную сущность. В некоторых культурах этот аспект человеческой души, после того, как он осознан человеком, называется «Животными силами». Я приобрела новый взгляд на многие сказки, постоянно видя в их сюжетах описание духовного роста и развития. Конечно, больше всего подходит к вышеописанному духовному процессу сказка «Красавица и чудовище». Есть другие примеры, но больше всего мне нравится присказка, встречаемая в окончаниях многих сказок. Она очень точно описывает духовную интеграцию со зверем-хранителем. Они поженились и жили долго и счастливо. Наши сеансы длились по меньшей мере 6 часов. При этом мы не отлучались от пациента ни на шаг. Кроме того, что Одри иногда бегала на кухню перекусить, ей нужно было поддерживать себе энергию. Она всегда предлагала еду пациенту, но обычно пациент отказывался. Мы постоянно напоминали пациенту пить воду или сок, чтобы избежать обезвоживания. Мы тщательно отбирали пациентов, которые, как нам казалось, были уже готовы к приему МДМА. Для тех, кто хотел продолжать углублять знания о своем внутреннем мире, мы предлагали принять 2СБ-4-бромо-2-5-ди-метокси-фен-этиламин, который является настоящим психоделиком. Одно из преимуществ работы с этим препаратом его непродолжительное, но отличное от других психоделиков действие. Таким образом, после 8-10 часов пациент был совершенно в нормальном состоянии и мог возвращаться домой. Для нас МДМА был препаратом, открывающим мир эмоций и духа. Он позволял человеку без страха заглянуть в себя и проделать важную внутреннюю работу. Волшебным свойством данного препарата является то, что пациент после его приема может без страха принять себя таким, какой он есть, со всеми положительными и отрицательными качествами, со всеми светлыми и темными сторонами. Это дает возможность пациенту погрузиться в теневую сторону его души, изучить своего зверя-хранителя и, в конце концов, прийти к спокойному пониманию этого важного аспекта своей души. МДМА воистину является пенициллином для души человека. 2СБ открывает само нутро человека, глубинные энергии в его душе, позволяет открыть в себе ту часть подсознания, которая обычно проявляется только через архетипические образы. Он также особо показывал связь души и тела, обостряя все чувства. Хороший опыт с 2СБ мог помочь пациенту отлично изучить своего хранителя и понять природу его основной функции, защитной. Как большинство других психоделиков, этот препарат напрямую связывал духовный мир человека с его физическим телом, чтобы пациент мог осознать радость бытия, счастье нахождения души в такой идеальной физической форме, как человеческое тело. В нескольких случаях 2СБ становилось последним шагом для пациента, которые уже проделали огромную работу по изучению своего внутреннего мира. При помощи МДМА и Транса эти люди смогли найти в себе следы раннего родительского программирования и изменить то, что требовалось изменить. После этого опыта пациенты могли продолжать свое духовное развитие без нашего участия или найти другого, более продвинутого духовного наставника. Два раза вместо 2СБ использовался мискалин, который являлся запрещенным препаратом. Мы с Одри считали его одним из самых уважаемых психоактивных веществ. После приема этого препарата два человека смогли полностью изменить свой взгляд на жизнь после долгих месяцев напряженной и сложной работы. Мы считали, что существует маленькая, но очень важная разница между 2СБ и мискалином. В 2СБ открывает архетипические образы и эмоции, с ними связанные. Мискалин открывает для человека ту территорию его сознания, где все животные, растения, люди, где все наполнено светом, где может состояться прямой контакт с высшими силами. Когда Одри говорит с пациентом, находящимся в состоянии транса, ее голос мягок и нежен. Она очень медленно проговаривает слова, за исключением тех случаев, когда нужно сказать что-то резкое и неожиданное. Она постоянно словно убеждала пациента в чем-то, но могла в любой момент остановиться, чтобы дать ему выговориться. Я поражалась ее способности понимать малейшие телодвижения пациента, и через несколько месяцев совместной работы я начала сама понимать этот язык телодвижений. Иногда признаки были такими неявными, что мне казалось, что я не вижу их, а чувствую каким-то особым органом чувств. Во время второго года нашей совместной работы я научилась визуализировать для себя барьеры в душе человека, находящегося в трансе и под действием препарата. Большинство людей, которые видят ауру человека, видят ее в цвете. У меня никогда этого не получалось. Я обычно видела этот душевный груз, как тяжелую серую массу над солнечным сплетением. Я воспринимала это как явный признак того, что человек задавил в себе много страха и грусти, так что теперь ему очень трудно высвобождать свои негативные эмоции. В таких случаях я старалась успокоить пациента, напомнить ему, что он в полной безопасности, и если пациент был к этому готов, начинала рассказывать ему про образ огнедышащего вулкана в районе над пукком. Я обычно обращалась к пациенту со словами «Поднимись над вулканом, посмотри на него сверху, скажи мне, когда сделаешь это». Отлично. Теперь ты видишь небольшой кратер и внутри поток красной раскаленной лавы. Тебе нужно решить, сколько лавы ты собираешься выпустить. Лава – негативные эмоции, которые скопились тебе за всю твою жизнь. Теперь ты можешь полностью управлять извержением. Ты можешь без каких-либо ужасных последствий разрешить некоторые части этого огня, этой раскаленной массы, выйти через кратер. Лава не разрушит весь мир, может только сжечь деревья на склоне вулкана, и ничего страшного в этом нет. Ты можешь полностью управлять процессом, и тебе нечего бояться, что гора взорвется и погребет под своими обломками весь мир. Такого не случится. Просто высвободи любое количество лавы, а потом останови поток. Это твой личный вулкан. Ты полностью его контролируешь, и он тебе повинуется. Данный образ очень хорошо работал с такими пациентами, и они получали возможность сознательно управлять выходом отрицательной энергии, процессом необходимым, но достаточно страшным для неподготовленного человека. У нас в Содри выработалось уникальные взаимоотношения. Иногда во время сеансов одна из нас на секунду теряла способность правильно реагировать на слова пациента, но в этот момент другая моментально находила единственный возможный вариант поведения. А иногда мы чувствовали друг друга словно при помощи телепатии. В такие моменты мы знали, что мы вместе и каждая в отдельности проводники высшей исцеляющей и доброй энергии. Мы чувствовали, что эта сила говорит и действует через нас. В эти моменты время останавливалось, и комнату наполняло удивительное ощущение мира и покоя. Я воспринимала подобное состояние как священный дар. Обычно после него пациент глубоко вздыхал, а мы с Одри с пониманием кивали друг другу головой. Для того, чтобы практиковать подобную терапию, врач должен полностью отказаться от каких-либо психологических и духовных схем и теорий. Он должен чувствовать себя учеником, для которого открывается новая часть вселенной. Каждый новый пациент – новый мир, не похожий на все предыдущие случаи, и терапевт должен изучить особый язык образов, присущий только этому пациенту. Он должен очень внимательно настроиться на изучение и исследование эмоциональных и духовных схем и правил поведения внутри данной человеческой души. Очень важно напоминать пациенту о существовании так называемого самоисцелителя – внутреннего врача, так как этим мы можем активировать эту часть человеческого сознания. Другое важное правило, касающееся подобной терапии – терапевт должен испытывать к пациенту чувство близкое к любви. Это должна быть настоящая материнская забота, а не просто заинтересованность на уровне разума в здоровье пациента. Такая любовь не может быть насильной, поэтому терапевт должен всегда отдавать отчет о своих настоящих чувствах по отношению к пациенту. Если замечаешь в себе хотя бы следы агрессии и злости, то нужно быть готовым проделать большую внутреннюю работу, чтобы изучить причины этих эмоций. Если терапевт не может разобраться в этих причинах, он обязан отправить пациента к другому терапевту. Я, конечно же, не имею в виду вспышки гнева и нетерпимости, которые являются естественной реакцией человека на очень многие раздражители. Эти инциденты не отрицают общую любовь и заботу. В этой связи становится важен опыт общения самого терапевта с препаратами типа МДМА или психоделиков. Если врач обладает подобным опытом, он, скорее всего, обнаружил внутри себя территории сознания, которые позволили ему взглянуть на весь мир по-новому. Это одно из подобных состояний – мистическое соучастие. Часто переживается человеком во время первого психоделического опыта или опыта с МДМА, если он проводится по всем правилам на природе. Я описывала подобное состояние в главе «Территории сознания». Это состояние позволяет чувствовать родство с каждым живым существом, осознать, что существует прямая связь между тобой и растениями, животными, другими людьми. Ты понимаешь, что все живое несет в себе присутствие божественного начала, искру великого духа, что все мы представляем собой маленькие частицы единого живого существа, единого сознания. Раньше, до употребления препарата, эти слова могли показаться абстрактной романтической метафорой, но теперь слова принимают форму реальности, и факт осознания этой истины остается с тобой на всю жизнь. Именно зная о существовании такой территории внутри твоей души, ты можешь научиться испытывать любовь к пациенту, который готовится открыть для тебя и себя свой духовный мир. Ты начинаешь воспринимать пациента, как своего духовного родителя, брата, ребенка. Через два года практики я решил отказаться от участия в сеансах интенсивной терапии. Они отнимали у меня слишком много душевных и физических сил, необходимых для работы над нашей с Шурой книгой. С тех пор прошло много лет, но работа над книгами продолжается. Мне очень не хватает радости постоянного обучения, связанного с проникновением в духовный мир пациентов, с оказанием им посильной помощи в достижении ясности, любви к себе, внутреннего мира и целостности. Я очень счастлива, что могла участвовать в подобных процессах и благодарна Богу за это. Зато теперь я могу открыто говорить об этом, в то время как те, кто до сих пор тайно практикует такие методы терапии, вынуждены тщательно это скрывать, не могут обмениваться опытом, не могут собрать разрозненные знания. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будут отменены в Америке и по всему миру несправедливые законы, запрещающие психоделические препараты. Пока древние целительные практики будут оставаться вне закона, вся полезная информация, которая получается с их помощью, будет достоянием только узкого круга терапевтов и их пациентов.